Всем рок, с вами 350TV. Сегодня мы будем обозревать русский глэм. Нет, не спешите ставить дизлайки и отписываться. Мы не составляем тут список самых отвратных глэм-групп. Такие списки уже существуют. Здесь мы постараемся максимально объективно взглянуть на жанр и также узнать о том, какие команды есть в нашей стране. В России данный жанр музыки никогда не пользовался особым успехом. В отличие от трэша, хэви, блэка, дэта и других экстремальных жанров. Все дело в том, что в России просто не принято радоваться жизни. Наша группа предпочитает социальную лирику, неразделенную любовь и на худой конец оккультизм. Границы хайр-метал весьма размыты. Само название придумали журналисты в 80-х, чтобы как-то охарактеризовать все это полчища группы с огромными начесами в кобойских сапогах и лосинах. Причем играть эти команды могли любую музыку, начиная от хэви-метал, заканчивая поп-роком. В 80-х этот жанр был представлен слабо. Можем вспомнить лишь несколько групп эпохи Перестройки. Такие как Ронда. Стелла. Белый камень. Или очень нелепо косящие под Guns N' Roses Young Guns. Также стоит отметить единственную команду, которая пользовалась хоть каким-то международным успехом. Это группа Парк Горького. Это, конечно же, далеко не все группы. У нас были и другие ноунеймы. А дальше давайте же поговорим о современных продолжателях дела Мотли Крю и Рэдж. Многие современные российские команды считают, что они играют глэм. На самом деле, они являются просто последователями шведского слиза, который, кроме каких-то там внешних атрибутов, ничего общего с хард-роком 80-х не имеет. Также существует много кавер-групп, которые лобают по барам, но не думаю, что их стоит воспринимать как самостоятельную творческую единицу. Итак, Китти Дайлер. Глэм-метал и тебе дадут! Глэм-метал тёлки потекут! На какой-то момент это была самая популярная глэм-группа в России. Они представляли из себя натуральный шестёб с текстами а-ля Steel Panther, но на русском языке. Изумеется, эта группа не могла не вызывать тонны бадхёртов. Особенно это усилилось после выступления команды на разогреве УВАСК в 2009 году. Некид Гам. Команда начала своё существование в далёком 2005 году, но за 10 лет своего творческого пути они выпустили лишь одно демо и один сингл. Но надо отметить, что у них был довольно яркий имидж, а-ля Мотли Крю, времён Luke Z.Kill, и довольно тяжёлое звучание. Но команда панула в лету, но сейчас Алекс Ганн собрал новый коллектив ReserX, о котором мы уже рассказывали. Саксесс! Эта группа была особыми другими участниками Некид Гамн в году, предположительно, в 2012. У них был здорово проработан имидж, начёсы, ковбойские сапоги, штаны из пандекса. Всё это выглядело очень круто и аутентично, если бы не музыкальная составляющая, которая оказалась относительно слабоватой. Такие Бритни Фокс на минимал. Уже все годы существования у них не вышло ни одной записи, поэтому по самой группе остались только видеосвидетельства. Была ещё условно неплохая, но попсовенькая команда Wild Child с русской версией Оли Фермана на вокале. Сейчас они тоже пропали со сцены. С почившими закончили, перейдём к живым и здравствующим. Существуют некоторые команды, которые отрицают волосятую составляющую жанра, такие как Cherry Cream. А также любители париков Wild Star. Есть ещё вполне себе обычная Босфорест Найт. А также Стриппет Ганс, которые находят неплохой отклик среди российской публики. Роман Шабалин. Музыкант-одиночка из Ростовской области, который выпускает довольно неплохие релизы в жанре аор и мелодик-рок. Это хорошо погружает в атмосферу 80-х, напоминает о суммтреке к старым фильмам на VHS. Продолжаю следить за его творчеством. Он весьма самобытен на фоне остальной российской глэм-сцены. Банана с Крем. Этот толстенный стёк над всем, что обобрал себя Глэм за многие годы. Текстиль можно охарактеризовать как камеди-металл. Фолуцентрические тексты понравятся особым эстетам. Но, несмотря на весь свой карикатурный имидж, у группы очень хороший материал. Если выключить понимание английского, то можно наслаждаться их песнями, не думая о пенисах. Гэнгбэнг Старс. Группа Грамотность считает в себе аутентичный имидж, без перегибов и техничную музыку. А самое главное, в них есть настоящий харизм и драйв, которого так не хватает многим российским командам. Make Glam Great Again, гласит слоган группы. И знаете что? Ну, хочется верить. Это далеко не все группы. Можно, конечно, еще долго обсуждать различных ноунеймов. Если вы знаете какие-то еще угодные современные глэм-группы, то пишите в комменты. С вами был Т-50 ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Можете даже задонатить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok